здравствуйте друзья вот вопросик михаил здравствуйте прежде всего хочу поблагодарить вас за ваш канал он очень интересный и информативный вас интересно слушать у меня есть несколько вопросов если вас не затруднит после такого вступления как же она затруднит так значит слушаем дело в том что мы супругой уже более года вынашиваем идею эмиграции в сша хорошо а именно в лос-анджелес климат экология мы лоба москвичи мне 30 супруга моложе на 10 лет так оба спортсмены жена мастер спорта россии по плаванию я разрядник по футболу и плаванию по профессии я персональный тренер по фитнесу в тренажерном зале опыт работы более 8 лет в московских фитнес-клубах премиум класса также я имею опыт работы тренером по футболу тренером по плаванию и аква аэробики дополнительно к этому я имею удостоверение профессионального массажиста и сертификат института профессионального массажа опыт работы массажистом более двух лет так единственное нет медицинского образования такая а зачем ну неважно медицинского у него нет очень нужен ваш совет или любая помощь с трудоустройством на первое время решил вам написать после того как увидел на вашем канале видео с массажисткой наташей из владикавказа очень вдохновило то что ее взяли без лайсенса а также уровень ее зарплаты 40 50 долларов в час смогу ли и я устроиться без американской лицензии возможно ли найти клиентов на персональные тренировки чтобы тренировать их например аутдор там значит английским я так скажем беглый но конечно же необходима практика языковые курсы также актуален вопрос жильем и визой хотя и конечно отдельная тема а так как приезжать мы планируем по туристической визе в дальнейшем на месте искать способы легализации буду благодарен вам за любую информацию или совет надо сказать что конечно сравниваться прямо вот так с наташей сложно потому что у нее есть разрешение на работу она все-таки с гринкартой приехала поэтому у нее можете лицензии то и нету но у нее хотя у нее есть гринкарта то есть ей можно официально денежку платить и допустим если если бы ее взяли работать без разрешения это было бы куда более серьезным нарушением чем без лицензии без лицензии можно сказать что она там международный стажер да там вот она стажировку проходит и там пожалуйста вот но то есть можно как-то выкрутиться если не дай бог чего но без разрешения на работу сложнее конечно с другой стороны если мы говорим про лос-анджелес там чудовищное количество людей работает без разрешения на работу это как бы не то что там какой-нибудь маленький городок где-нибудь там в средней части страны где-нибудь в центральной и так далее вот значит вообще калифорния в этом смысле такое место более понятно понятное хотя я вот тут разговариваю с ребятами которые в сакраменто там ходили по даунтауну пытались найти работу там в кафешке там где-то люди смотрят не понимают а как а как без разрешения на работу у них глаза выпучивать в лос-анджелесе там никто не выпучит и в сан-франциск тоже то есть конечно разница так вот 40 50 долларов я знаю людей которые берут например по 70 то есть они начинали может быть с тридцатничка а проходит там несколько лет берут по 70 ну то есть по тридцатничку он набирает по максимуму своих возможностей потом к нему начинают обращаться больше людей он начинает поднимать там поднял на пятерку кто-то ушел взял новых там поди под еще поднял на пятерку кто-то ушел он взял новых ну и так далее то есть я хочу сказать что с точки зрения способности заработать продержаться и как так хорошо продержаться до момента получения разрешения на работу а потом соответственно там и лицензии всех которых надо и так далее работа одну как минимум вот массажистом сейчас минимум и не берем спортивных дел но если человек может работать массажистом у него будет уже и кусок хлеба и кусок масла сверху тоже будет я там про икру не знаю даже не имея разрешения на работу сегодня это вообще настолько стало просто я не знаю когда ребята планируют там приехать но они могут заранее там войти в какую-то группу там в фейсбуке в одноклассниках где там еще есть там в контакте там есть группы локальные американские лос-анджелесовские есть групп там народ общается вы можете на форумах например поспрашивать какие есть локальные группы услуги предлагать на форумах не надо за это банят но поспрашивать какие есть локальные группы можно и дальше почитайте что там люди пишут наверное вы там не единственный будете кто с этим делом посмотрите почитайте там о себе расскажите вопросы можете задать вот там планирую приехать там первое время разрешения на работу не будет допустим а сколько реально там стоит но сколько реально можно попросить за такие вот за такую работу такого плана вот и насколько я вот могу судить глядя на наташу у нее нет проблемы с клиентурой у нее сколько хочешь но у нее проблемы что нет автомобиля вот поэтому она первый месяц там по-моему она моталась по клиентам потом у нее сейчас как потом она так где-то обросла немножко и стала уже людей к себе туда домой значит приглашать они приходят поэтому но без машины сложно понимаете вот да можно столик прикупить очень недорого там где-нибудь на крекс листе у меня вот дома есть стол абсолютно новый когда-то я купил лет пять назад за 100 долларов купил стол у людей которые его продавали из гаража он вообще но у меня может пять раз его там использовали женщина собиралась изучать рейки купила стол стол стоит намного дороже но вот абсолютно новый стол за столик значит приехал забрал поэтому можно можно жить можно выживать но просто понимаете если у вас машины нет например а вы со столом вот как вы будете со столом там я не знаю я не знаю но то есть какие то такие вещи которые я буду я думаю заранее ответить на вопрос так может быть как то более предметно себе представить как это будет происходить а так нормально отлично 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 что касается тренерской работы может быть лос-анджелес это одно из лучших мест для этих дел даже вот у нас тут есть детские спортивные школы их может быть не так много но они есть я знаю вот ребята но они правда нет не прямо вот тут где мы сейчас едем а так может быть часок отсюда полтора волну от крики там у них там не просто они там тренируют у них свое хозяйство то есть они снимают они у них нет своего бассейна но они вам снимают на какое-то время и соответственно приходит их ученики у них на на лето например есть как бы лагерь такой на русском языке кто по-английски сказал там три отжимания или там 5 не знаю вот и они там где-то 7-8 детишек берут и это происходит у них прямо дома у них дома есть бассейн небольшой такой в бакьярде и вот они там их гоняют так и все дела то есть спрос на это дело большой деньги у людей тут есть это не то что вот вы приезжаете такое место где люди хотели бы но денег нет и теперь люди спрашивают а зачем вообще это все вот ребенок он накормлен там пострижен помыт чего чего еще надо то вот поэтому здесь здесь люди с удовольствием на это тратят деньги вот и и и есть деньги то есть калифорния такой денежный штат поэтому я думаю что вы исключительно хорошо спозиционированы то есть я даже не знаю чего бы чего бы еще можно было делать другое чтобы вот так же комфортно себя чувствовать я знаю людей которые но перед отъездом там у себя дома они идут на курсы получают там какие там сертификаты по массажу понимаешь что ну то есть им родственники сказали друзья там кто-то их надоумил вот они приезжают сша и они уже значит как бы сказать ну может быть без особого опыта на во всяком случае с какими-то бумажечками и они начинают за какие-то там может быть несущественные денежки это делать но 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 несущественная денежка за которой вы делаете массаж это вдвое больше чем например нормальная средняя денежка за которой вы например на стройке бы работали уже вдвое больше другое дело что это тоже физически как бы не такой труд непростой вряд ли вы сможете там 8 или 10 часов в день делать массаж там и так далее но но ничего страшного ну то есть это не это неплохое начало я знаю людей которые были в спорте либо они были спортсменами либо они были прям профессиональные массажистами обычно это связано то есть он какое-то время был спортсмен потом стал этим заниматься люди вот с таким таким бэкграундом я знаю таких что вот они берут 70 75 долларов в час когда домой к тебе приходят не в клубе в клубе за их работу могут взять 150 долларов дать ему там 70 не знаю сколько там ему дадут вот и себе там что-то уже клуб тоже это расходное дело но к чему я говорю что когда у вас появится разрешение на работу это вообще будет уже совершенно другой разговор тем более с лазер вот ну во всяком случае наперебиться на первое время пока вы поймете чего вы хотите делать и как дальше жить и так далее очень 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 здорово то есть я могу могу за вас как бы даже порадоваться в том смысле что каких-то особых проблем у вас быть не должно или можно так сказать что по сравнению там с другими людьми которые пытаются получить политику и полгода должны где-то перебиваться значит вы вы может быть входите в пять процентов наиболее так скажем удачно спозиционированных людей чтобы это время прошло у вас ну без особых проблем так что вот так бы я сказал вот я сейчас зачитаю следующий вопрос поэтому я остановился чтобы не делать на ходу всем кто нас слушал спасибо и вообще знаете это можете лайк поставить если до конца уже дослушали чего бы не поставить лайк счастливо а ну